Всем привет, с вами Антоха Галактический, и сегодня мы снова возвращаемся в X3 Рассвет Альбиона. У нас уже было как-то лет 5 назад небольшой летсплейчик серии на 40-50, и я по-прежнему считаю, что это самая лучшая игра в своем жанре, самая лучшая игра из всех космических игр подобных, с наиболее интересными, глубокими и продуманными возможностями и механиками. Если кто-то новенький, не смотрел наше прошлое прохождение, не в курсе, что за игра, лучше всего эту игру характеризует ее девиз. Торгуй, сражайся, строй и думай. Возможностей в игре довольно много, не хватает, конечно же, только посадок на планеты и планетарного контента. Вот это вот то, чего не хватает, и игра была бы просто фантастически идеальная. А так она просто фантастическая. Спустя много лет я к ней все время возвращаюсь и возвращаюсь, никак в нее не наиграюсь, и, в общем, мне захотелось сегодня попробовать что-то новое, что-то экстремальное и опасное. Хочется поиграть на сложности самоубийственный риск. Точнее, на старте самоубийственный риск, на сложности умер-умер-так умер. На этой сложности игра сохраняется только во время выхода, и сейв идет напрямую в Steam, то бишь на компьютере никакого файла сохранения нету, сделать бэкапы мы не можем, и когда мы заходим в игру, то сохранение удаляется. Если во время игры мы умерли, врезались в астероид, или игра просто окрашилась, все, гейм овер. Но, надеюсь, что мы хотя бы сможем пролетать несколько серий, хотя бы продержаться, не умереть. Ну, в общем, посмотрим, куда заведет нас эта опасная дорожка. Мне все-таки хочется пощекотать себе нервишки, и поиграть именно в таком режиме. Я знаю многих людей, которым не нравится вот такой хардкорный режим, с одной жизнью, да, многие не любят тратить время впустую, скажем так, но разве получение интересных эмоций, довольно интересного опыта, это трата времени? По-моему, не трата. По-моему, это гораздо интереснее. Наверное, не буду заставку пропускать, там ничего не рассказывают, я просто расскажу немножко в целом об этом старте, и о том, чем мы будем заниматься. Этот старт очень-очень медленный. Мы начинаем на самом маленьком корабле, с минимальным трюмом, без оружия и без денег на счету фактически. У нас есть одна тысяча, на которую даже пушку не купишь никакую, и вообще ничего не купишь, наверное, тут одну тысячу. Вот. И воевать мы полноценно ни с кем не можем, нужно будет крутиться, вертеться и пытаться хоть как-то заработать какие-то копейки, чтобы купить себе пушки на корабль для начала хотя бы, да, может быть, сначала скорость улучшить. Плюс у корабля очень-очень маленький трюм, поэтому... Ну, в общем, старт такой замечательный. Вот это самый минимальный набор того, чего может быть на старте. И плюс две расы к нам враждебно настроены сплиты и парониды, поэтому они будут на нас нападать тоже периодически. Вот. И нужно будет как можно быстрее стараться поднять с ними отношения, чтобы уменьшить количество врагов для себя. Ну или... Ну, посмотрим. Посмотрим. На самом деле я уже несколько десятков раз начинал, и один раз или два раза, может быть, я умер. То ли на автопилоте, то ли просто на ускорении времени я не смотрел, куда я лечу, бывает такое. Все остальные разы я просто умирал по своей вине, потому что думал, давайте вот рискнем, давайте вот сейчас вот ворвемся в эту толпу мелких истребителей, и мы сможем. И нет, не смогли. Ни разу. Вот. Ну или что-нибудь типа того. Давайте вот я возьму, например, это задание, вот так вот сидишь и думаешь, блин, вот возьму я это задание. Смогу сделать, за него там кучу денег предлагают, да, и потом на этом задании мы, собственно, умираем. Все. И вот это мне и нравится. Заставляет совсем по-другому вот такой режим взглянуть на игру. Ты уже начинаешь думать больше. Вот эта вот часть из этого, да, торгуй, сражайся, строй и думай. И вот этот думай очень-очень сильно проявляется именно в таком вот режиме. Когда ты не паришься, там, да, что вот, да, я сейчас полечу, что-нибудь там сделаю, не сделаю, это не важно, я загружусь, если что, потому что сохранение на станции там у меня было, да, или вручную сохранился только что перед каким-то опасным моментом. Тут уже нет, ты уже думаешь, стоит ли рисковать идти на этот опасный момент, или лучше чем-нибудь другим позаниматься. Вот. Плюс мы начинаем на этом старте за Боронов. Это одна из моих любимых раз, наверное, у них очень красивые такие корабли. Я вообще думал даже изначально, может быть, сделать такой челлендж, что ли, по типу Патриот Боронов. Типа, мол, Слава Боронов, Смерть Сплитом, или что-нибудь типа того. Но не знаю, насколько это будет актуально, насколько это вообще реально будет на сложности умер-так умер. Вот. Поэтому пока что я буду придерживаться чисто боронских кораблей, боронских станций технологий, да. Ну, а там посмотрим. Обычно мы просто как у нас игра начинается, да, мы немножко там развиваемся, а потом сразу летим к землянам, повышаем с ними отношения и пользуемся земными кораблями в основном, потому что они самые имбовые во всех классах, по всем параметрам практически. Вот. Но. Но. Сейчас мне хочется посмотреть на другие корабли и в целом попробовать что-то, то, чего я еще никогда не пробовал и не испытывал полноценно. Я бы так вот как-то сказал. Это наш корабль стартовый. Мы начинаем с парочкой космического топлива на борту. И я обычно выкидывал топливо, но давайте мы, наверное, просто не всегда... Удача бывает на нашей стороне и не всегда получается взять каких-то нормальных заданий сразу и как-то заработать стартовый капитал. Поэтому мы хотя бы какие-то копейки заработать сможем на этом космическом топливе. Хоть оно и запрещено у боронов, но мы сейчас улетаем и попробуем продать это топливо на пиратской станции. Мы даже сейчас не можем сделать стартовое обучение, потому что в этом обучении нужно пострелять по... По контейнерам, по-моему, по каким-то. И мы не можем пострелять, потому что у нас всего лишь одна тысяча, нет оружия, а минимальная пушечка стоит четыре тысячи. Вот, поэтому да, пока что мы вообще ничего не можем сделать. Вот это мне и нравится. То чувство какой-то такой безнадежности, и ты уже думаешь, где бы хоть какую-то копейку заработать, как бы выжить вообще в этой вселенной опасной. И, наверное, самый такой нормальный способ... Ну, как нормальный, не то, что прямо нормальный, а такой неплохой способ заработка начального, это... Наверное, сразу полетим к пиратам. Это поиск... Нет, не заброшенных кораблей. Многие, да, кто играл, знают, что есть разбросанные по вселенной корабли заброшенные, и можно их захватить без проблем совершенно, и получить нормальный корабль, или деньги с этого нормального корабля, да. Но этим заниматься я не буду, потому что я не знаю, где эти корабли находятся, а на Вики смотреть это... Ну, это просто убивает интерес к игре. Вот, и... Опасно. Короче, мы можем подбирать иногда, находить разные ракеты, или другой товар, который остается после битв. Нужно просто будет полетать немножечко по секторам, поискать всякое барахло, которое после этих битв остается, и иногда можно довольно неплохие раздобыть какие-нибудь боеприпасы, которые по 30 тысяч на продажу уходят. Ракеты тоже иногда довольно дорогие бывают. В общем, ну, есть где похалявить немножко. Вот. Ну и задания тоже есть достаточно простые, которые мы можем сделать даже без оружия, без ничего. Поэтому посмотрим. Реабилитационный центр. М-Альфа. Реабилитационный центр. Одна из пиратских станций. Давайте мы сейчас стыкуемся к этой. Пират разрешена. Автопилот включен. С пиратами у меня более-менее вроде дружелюбные отношения. Но... Привет, друзья. На заданиях... Сердечно просим на пиратскую станцию. На заданиях все равно пираты будут агрессивно ко мне настроены. Здесь вроде трогать меня не должны пираты, насколько я знаю. Рейтинга пиратского мы не видим, к сожалению. Так, наемники, абордаж нам этот не нужен. Нам нужно продать космическое топливо. 728 за единицу. То есть, 1400 мы заработали там какую-то себе. Так. Космические мухи. Окей, допустим. Что тут можно, может быть, прикупить? Чтобы где-нибудь продать. Не хватает... Чуть-чуть нам не хватает на систему жизнеобеспечения. Без нее мы не сможем выполнять задания на перевоз пассажиров. Ну, ладно. Мы тогда все деньги в форсирование двигателя вложим сейчас. И будем чуть-чуть быстрее летать. Какая у нас скорость? 228. Ну, это хоть что-то. Корабль у нас довольно быстрый. Если прокачать по максимуму форсирование двигателя, то мы... А, вон, тут даже станции есть какие-то. Ох ты. А ну-ка, полетим, посмотрим, наверное. Я не уверен, что это хорошая идея, но посмотрим. Мы будем летать, если прокачаем по максимуму форсирование двигателя, на скорости 400... Ага, понятно. 400 с лишним. 430 или 20 или 50. Ну, что-то около того. Вот. Это, в принципе, неплохая довольно скорость. Мы сможем улетать от... Большого числа опасностей, в принципе. Не от любой опасности мы сможем улететь, но все-таки... Это повысит нашу выживаемость. Поэтому я, наверное, первым делом все вкладываю в скорость. Ну, и теперь мы возвращаемся в этот сектор. Я не посмотрел задания, какие там. Блин. Надо было, может, глянуть. Ну, ладно. Все равно с пиратами у нас отношения будут плохие, рано или поздно. Давайте полетим на военный аванпост, посмотрим, какие задания предлагают там. Это у нас пограничный с сплитами сектор. Насколько я читал, что бороны воюются с сплитами. То есть здесь периодически должны быть какие-то боевые действия. Но я ни разу их не видел, если честно. Я видел, как... Вон, кстати, боевые действия я уже вижу. Красиво. А ну-ка, а ну-ка. Что-нибудь мне перепадет, интересно? Стоп, стоп, стоп. Тормозим. Ничего нам не перепало, походу, да. Да. Ну, ничего не осталось с этого корабля. Ладно. О, кстати, ракеты, наверное, в него летят. Просто они уже в никуда теперь летят. Да. Ракеты очень опасны тоже для нас. Но хорошо, что стреляют не по нам. Так, хорошо. Поехали. Это у нас оборонительная платформа здесь есть. И довольно неплохие обычно здесь бывают военные силы. Давайте посмотрим на эту морскую лисицу. Я просто обожаю боронские кораблики. Они, конечно, не самые лучшие, далеко не самые лучшие по характеристикам, но выглядят они круто. Это задание мы выполнить не сможем. Это задание мы выполнить не сможем. А это, возможно, сможем. Но зависит от того, куда... Нет. Это мы задание выполнить не сможем. Это сплитский сектор. У нас со сплитами война. И... Ой. Мы туда не полетим. Как только мы залетаем в тот сектор, в нас сразу летит ракета от... Большого М-1 кораблика. Не хочу. Это вот тот самый лишний риск, на который я сейчас идти не готов совершенно. Мы через какое-то время повысим отношения, я надеюсь, с сплитами. И... Тогда уже можно будет летать. Вот. Хорошо, что... Пилоты разных рас летают по всей галактике, и можно найти задание где угодно. Сплитов, паронидов можно найти в секторах Борона, в Теладе. Мы, наверное, сейчас полетим как раз где-нибудь, куда-нибудь в сектора Теладе. У них там, я помню, есть секторок, который граничит с ксенонским сектором. Там, наверное, постоянно какие-то зарубы случаются. Это тоже опасно, конечно, но полетим, посмотрим. Мы должны же где-то деньги взять, правильно? Может быть, из обломков что-нибудь вытянем. Еще я, по-моему, не говорил. Вот на заданиях, где нужно доставить, вернуть корабль, можно этот корабль, собственно, себе забрать, украсть и продать его тихонечко. И заработать на этом намного больше, чем нам предлагают за его доставку. Мы жертвуем при этом репутацией. Вы говорите. Своей, но получаем деньги. И этим я заниматься тоже не буду, потому что, мне кажется, это совершенно неинтересно. Врата, в Азис Минилай. Давайте, наверное, первым делом в Азис Минилай полетим, посмотрим, просканируем сектор там, поищем, может, какие задания будут. Тоже еще внимательно нужно смотреть, рядом с кем мы летаем. Иногда можно пролететь слишком близко к сплитскому или паранитскому торговому кораблю, и у них сзади стоят турельки у всех, ну, практически у всех. И они, так как я враг, они по мне автоматически начинают стрелять. Даже несмотря на то, что я никаких враждебных действий не предпринимал, да. Вот, и турельки иногда могут вломить очень бодро. Особенно это опасно очень, когда мы стыкуемся, не стыкуемся, а через врата пролетаем. Я так несколько раз умирал на этой сложности. Поэтому впредь я постараюсь быть более осторожным. И впредь я уже, ну, опыт у меня небольшой есть игры на этой сложности, поэтому я... Так, паранитская курьерская служба, он на меня не должен, по идее, агриться. Вот, опыт небольшой есть, поэтому мы постараемся протянуть как можно дольше. Ферма Планктона. Так, Ферма Планктона. Чем ему такая? Сейчас я отправлю вам информацию. Вы хотели бы получить... Да. Это задание патрульное. За него написано, что дают 7000, но это при условии, если мы уничтожаем вражеские корабли. Но так как мне уничтожать вражеские корабли нечем, мы просто поприсутствуем и посмотрим на то, как, я надеюсь, наши военные силы, полиция местная, расправится с какими-нибудь неприятелями, которые должны появиться будут. Раз сложность очень высокая, значит, неприятели... Вот, уже я вижу неприятелей. Они достаточно далеко. Кто у нас, ксеноны или пираты? Ксеноны. Ну, а мы летим куда-нибудь подальше. Скорость у ксенона повыше. Поэтому мы постараемся лишний раз не рисковать и близко к нему не подлетать. Ну, а пока летаем, исследуем сектор, смотрим, какие тут есть интересные станции. Может быть, задание опять же. Вот замечательный вариант. Можно попробовать взять вот это задание. Гавань королевы. Поможем ему добраться в гавань королевы. Ну, я думаю, он справится сам. Я такой вот отличный наемный работник, который не брезгует кинуть своего работодателя немножко. Ну, только немножко. Я уверен, что он сам справится. У него есть два в звене истребителя. Вот. И вроде бы все, да, больше я станции, по-моему, здесь не вижу. В этом секторе. И заданий, собственно, я тоже не вижу. Так, ну и мы, наверное... А, все правильно, у нас это активно. Очень сложное задание. Так, вот ту еще станцию я не открыл. Пошли посмотрим. Да? Обстоятельства встречи. Нет. Ну, вот эти задания тоже кажутся простыми, но иногда безоружным их делать не стоит. Потому что могут появиться пираты. И нам помешать выполнить это задание. Так, летим в гавань королевы, в сторону гавани королевы. И посмотрим вообще, что... Ну, с патрулированием тут понятно, да? Сейчас мы, по идее, должны закончить его. Как минимум, мне бы хотелось посмотреть, что там с нашим этим будет. Грузовым кораблем, за которым... Ну, не за которым мы должны следить, а который мы должны якобы сопровождать. На него, по идее, тоже, возможно, будут нападать. Вон, кстати, ксенончики. А где эти кораблики? Вот здесь они летят дружненько. Вот. Вот там кого-то этот ксенончик уже истребляет. Ну-ка, давайте посмотрим, по кому он там. Два ксенонских корабля. Какой-то грузовой... О, блин, на этом грузовом корабле нету пушек еще. Ну, че, это халява. Пожалуй. А вот и... Микросхемы. Микросхемы? Блин, там, наверное, их много, я их подобрать, наверное, не смогу. Черт, надо попробовать. Надо попробовать. Сколько? Количество пять штук. Я не смогу их подобрать сейчас. Черт. О, я вижу, слышу ксенонов, которые упали мне на хвост, похоже. Так, так, так. Промазал, промазал, промазал. Так, давай-давай-давай, подбирай, подбирай, подбирай. Я подобрал. Я подобрал. Чудесно. Чудесно. Смотрите, как сейчас этот... Этих ксенов распилят просто. А я могу сейчас пойти на торговую станцию и продать эти микросхемы. Микросхемы, по-моему, по полторы тысячи стоят. Я просто не знаю, куда микросхемы, где нужны, чтобы их продать, может быть, подороже. На фабрике биогаза вряд ли нужны будут микросхемы. Генераторы. Кристаллы нет. Фабрика микросхем, собственно, да, но... Средние щиты, фотонные пушки. Я смотрел, вроде бы... И вон у нас еще парочку... О, хорошее начало. У нас реально хорошее начало. Я хотел посмотреть вот сюда. Две микросхемы мы получили. Ну-ка, посмотрим... Фабрика дронов. Нет, здесь микросхемы не надо. Фотонные пушки. Здесь не надо микросхемы. Куда микросхемы нужны? И здесь не нужны микросхемы. Ну и ладно. Стыкуемся со станцией, продаем микросхемы и возьмем, может быть, сейчас еще пару ракет, которые тоже там можно будет... Там неплохие ракеты. За три тысячи, по-моему, некоторые можно продать из тех, что там валяются. Это у нас неплохое начало. Я до этого несколько раз начинал. Королева Атрея и королевство Барон приветствуют вас. По 13 тысяч, а не по полторы. У-у-у, детка. Это очень важно. Форсирование двигателя очень важно. Расширение грузового отсека тоже важно, но мы его расширить можем максимум до 15 вместимости, поэтому не очень важно. 3000 ракета. Берем. Огненное копье еще 3000. По-моему, оно тоже легкое, мы поднять его можем. И оса еще полторы. Хорошо. Так, давайте, может быть, мы в их сторону полетим. Плюс там был еще один ксенонский корабль, с которого тоже могло что-то вывалиться. О, теперь 420. Теперь мы можем запросто улететь от ксенонов большинства. Ракета оса. Очень хорошо. Так, а вон еще там воюют, да? Еще или уже довоевали. Неважно. Так. Ракета греческий огонь. Давайте греческий огонь сначала подберем. Тут хорошо, что не нужно открывать... Раньше, по-моему, нужно было... Или я с какой-то другой игрой путаю? Нужно было открывать трюм, когда мы подбираем что-то. Сейчас автоматом все это дело подбирается. Очень удобно. Так, проще, наверное, будет карту открыть. Ай, одной ракеты уже нет. Какой-то. Ладно, может быть, там сейчас кого-то добьют, и еще ракету мы получим. Так вот, тут старт очень-очень рандомный. Иногда можно просто реально летать, летать по секторам, и ни одного боя не будет такого, чтобы оставалось что-то на продажу. И... Ни одного задания нормального бывает можно не получить на протяжении долгого времени. Ну, а тут сразу две микросхемы по... О, это красиво. Так. Я вот еще хотел посмотреть. Тут вот этот кораблик... Не этот. Вот этот. Где он? Я его не вижу. Он вот здесь, наверное, где-то, да? Дальше немножко. Кто-то, мне интересно. Что у нас патрулировать? Азис Минилай. Мы по-прежнему должны еще здесь сидеть какое-то время. Хорошо. А я скорость не набрал, и сижу, думаю, что происходит. Что мы так... Барон, войска, гуппи. Гуппи. Гуппи, это у нас М7, по-моему, да? Да, ракетный крейсер. Хорошо. И вот ракета. Ракета Стрекоза. Стрекоза, по-моему... Ну... Тысяча лишняя на дороге просто так не валяется, правильно? Забираем. Оп, промазал. И... В принципе, мы, наверное, будем сейчас ждать, пока пройдет время патрулирования. Можно полетать, наверное, на автопилоте немножко. Давайте сейчас в эту сторону пролетим, посмотрим, может, тут что есть. Нет, вроде бы, в эту сторону. Куда там гуппи куда-то летела, наверное? Не просто так, нет? Нет, просто так летает гуппи. Ой-ой-ой, уходим, 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 уходим. Стрекоза разрешена. Сплитская перевозка сельскохозяйственных продуктов. Уходим от нее. Хорошо, ушли. Стрекоза разрешена. Автопилот включен. А, здесь мини-лай. У нас сообщение не приходило еще, да? О том, что патрулирование закончено, правильно ведь? Стрекоза разрешена. Значит, патрулируем. Автопилот включен. Как будто бы где-то еще прячется какой-то ксенонский кораблик от нас. Давайте вот так вот кружок один сделаем. Здесь ракеты мы продать, по-моему, не можем. Нигде. О, есть. Полетели. О, стоп, стоп, стоп. Батареи. Батареи мы не сможем подобрать. Но и они стоят довольно дешево. Так, хорошо. Дальше летим патрулировать гавань королевы. Мы, конечно, за это задание не получим полную сумму. Да, я вроде бы об этом говорил. Просто потому что, чтобы получить полную сумму плюс бонусы, нужно кого-то убить. Но мы получим одну четвертую, может быть, одну пятую от этой суммы. Что, в принципе, тоже неплохо. Мы даже сможем позволить, я думаю, себе сейчас, продав ракеты, выполнив еще парочку этих заданий, сможем позволить себе пушечку купить. Москит 200 копеек стоит. Я не буду его подбирать. Так. Здесь мы сразу летим в этом секторе продавать ракеты. Ну или не сразу. Давайте, может быть, сейчас задание возьмем вот это. Посмотрим. Если это задание на защиту станции, это просто прекрасно будет. Нет. Пока мы не будем брать это задание. Стыкуемся со штаб-квартирой Атреи. Так. Аккуратненько. Тихо, автопилот, не убей меня, пожалуйста. Я лучше сам как-нибудь сейчас подлечу, да пристыкуюсь. Очень помогает стыковочный компьютер. Позволяет нам стыковаться на довольно большом расстоянии сразу, моментально со станции. Просто подлетаем к станции, нажимаем Shift-D, и мы пристыковались. Но его купить надо. Так, вроде бы можно сейчас... Встыковочный включать. Не стыковочный, а автопилот. И... Да, нормально, пристыковались. Блин, главное сейчас не слиться. Сначала реально хорошее у нас. Бывает еще лучше, конечно, но в целом все равно. Большинство барон приветствует вас. Контакт с местной торговой сетью. Так. Тут у нас... 18 тысяч стыковочный компьютер стоит. Основанной технологией ионного излучателя. Ну ладно. Тут мы ничего купить не можем. Кто там? А, это этот. Сплицкий. Так. Ладно, погнали. Посмотрим сейчас, что у нас. Во-первых, где находится вот этот товарищ? Нам нужно довести его до станции. Он, кстати, полумертвый. Полумертвый, друг. Но он уже, как я понимаю, к этой станции стыкуется сейчас. Так, хорошо. Яки, Фуджин. Яки, Фуджин уже умер. Я понял. Хотел на него посмотреть. Еще один москит. Кроме москита ничего нет. Но я москитом не хочу места занимать. 200 копеек. Хотя за 100 там 50 продать можно. Наверное, ему будет. Это несерьезно. Так, ждем, пока пристыкуется кораблик наш. Воронский. Перевозка тяжелых грузов. Скорость 1. А, он разворачивается и летит на стыковку. Прекрасно. Мы это задание выполнили. Нас сканирует. Мы просканировали ваш корабль и нет... Есть. 923 кредита мы заработали. Что важнее, мы получили дополнительную репутацию с борнами. И... У нас еще задание на патруле висит. Да, ну ладно. Мы тогда просто включаем сейчас. Можно попробовать полетать немного. О, кто там? Прониды. А вот огненное копье я возьму. Надеюсь, прониды на меня нападать не будут. Вроде бы пролетает мимо. А огненное копье мы берем. Огненное копье это у нас 3000. Это, считайте, еще практически одна пушка. Итого мы две пушки сможем купить уже. Это очень хорошо. Ну или, может быть... Нет, наверное, все-таки пушки первым делом. Так, полетели куда-нибудь сюда. Просто будем осматривать местность и искать какие-нибудь бесхозные ракеты. Не подлетая слишком близко к враждебным... О, лететь в возмездие королевы. Но... Давайте мы кружочек еще сделаем вот сюда. Вот сюда пролетим. Потом в возмездие королевы на север двинем. Ой, улетай от него, пожалуйста. Может быть, щит еще один купить? Я могу еще один, по идее, щит поставить на корабль. Стоп, 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 стоп. Давай, давай сюда. Прикновка разрешена. Автопилот включен. Оп, сильная рука. Сильная рука это одна из фракций сплитов. Они поэтому тоже меня не любят. Тихо, тихо, тихо. Опасные моменты такие вот бывают. Ну, вроде бы все. Можем лететь, я думаю... Давайте вот сюда. К тому москиту подлетим немного. Чтобы облететь лишний раз, не нарываться на неприятности. Они, по-другому, на меня нападать не будут. Они летят, занимаются своими делами. Но мы лучше не будем встревать лишний раз в проблемы. И погнали... В... В... Возмездие королевы... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Рядом с паронидами летим как раз с этим, с грузовым кораблем. Ну, вроде норм. Так, может быть, сейчас этого задания еще пару тысяч получим. Будет очень хорошо. Вход в систему. Возьми автопилот отключен. Миссия выполнена. Хоп, все. Прекрасно. Тысяча четыреста. Репутация с Борнами улучшилась. Хорошо. На пятерочке мы сможем купить Борнскую полицейскую лицензию. И зарабатывать дополнительные денюжки, убивая пиратские какие-нибудь корабли. Или ксенонские. Так. Сектор тоже неизвестный, но нам надо... Тукан доставлять я не буду вам. Конечно же, сейчас стыкуемся с доком оборудования. И, наверное, возьму себе сразу пару пушек. А, пару. Только одну. Или один щит. Давайте посмотрим. Осьминог. Да, две единички. Я, наверное, щит возьму. Одна пушка мне все равно не поможет. Две, в принципе, тоже. Нужно четыре покупать. Поэтому вот так вот сделаем. И полетели. Теперь уже на большей скорости мы будем быстрее исследовать сектора. Соответственно, быстрее, может быть, искать задания, которые мы можем выполнить. Или какую-нибудь халяву, валяющуюся в космосе, тоже искать. Интересные задания торговые. Мы сейчас их выполнить никакие не сможем, по-моему, вообще. Чем мы можем помочь? Карты секторов нам не надо. Давай. Вон там, по-моему, у нас еще, да, станция? Да. Неизведанная. Ну, неплохо. Как минимум, у нас уже есть скорость. Скорость это... Это наша защита. Защитить фабрику кристаллов. Это потрясающее задание. Это просто сказка. Скорость себе делаем максимально. Вон уже летит кораблик какой-то. Давайте мы даже посмотрим, как он убьется. Об эту станцию, скорее всего. Ксенонский. Вот этот вот ксенонский кораблик летит. Уничтожать станцию. Надеюсь, меня там пока я тут смотрю. Ничего нет. Самое. Никто не уничтожит. По идее, его сейчас или защитники сектора уничтожат, или он сам врежется об станцию. Что тоже вполне возможно. Такое бывает. Но с двумя пушками я бы на него не стал бы лезть. С четырьмя можно было бы. Но с двумя нет. Ну, не хочет он пока суицидиться. Давайте мы полетаем, пока он там занят. Посмотрим на... То, что у нас еще есть в этом секторе. Баронская фондовая биржа. Так, слишком много кораблей неприятелей. Кстати, да, тоже один из способов довольно быстрого и легкого такого заработка, это игра на фондовой бирже. Многим она нравится, многие с этого игру начинают. Кто-то ищет корабли, да, кто-то с фондовой биржи. Но мне кажется, эти неинтересные способы совершенно. Так. Ну, вроде бы мы... Вот кто-то уже занялся этим ксенонским корабликом, похоже. Вот там, по-моему, еще одна станция. Нет, это она просто далеко слишком. Вот там еще одна. Это она. Хорошо. Ну, тогда вроде бы все. Ладно, пошли посмотрим. Может, чего... Да, мы хорошо, конечно же, выполнили эту работу и... Заработали две... Сколько там тысячи, да? Пятерочка у нас есть. Посмотрим... Вот, красавец прилетел. Скат. Этот баронский эсминец быстроходен, подвижен. И является, несмотря на крайнее миролюбие баронов, смертоносным оружием. Скат вооружен 18 спаренными лазерными установками. 18. Расположенными по три по бортам и на носу корабля. В конструкции этого эсминца использованы новые дизайнерские и технологические решения. Так как все проекты времен баронской кампании подверглись значительной переработке. Управляют кораблем наиболее опытные пилоты Королевского космического флота. Да. Хороший кораблик. Вот такой вот скат. Может быть мы дотянем когда-нибудь, да? До того момента, когда сможем позволить себе такого ската. Так, тут ничего от этого кораблика ксенонского не осталось. Поэтому мы можем, что мы можем себе позволить? За 5000 одну пушку купить, да? Полетели пока вот в этот сектор. Посмотрим, может быть там будут на станции какие-то задания дополнительные. И по-моему, то ли в этом секторе, то ли в Азисе Минилайе завод. Тут щиты, а тут по-моему пушки можно купить или нет? Ну короче, пушки можно и в Доге купить, но может быть там... Или я путаю. Может быть фабрики ионных мин тяжелых... Легкого вооружения вот здесь можно было оружие посмотреть. Может быть тут оно дешевле стоило бы, чем на станции... Ну на Доге оборудования. Так, пустая бесконечность. Не такая уже пустая вроде бы. Да и не такая уже бесконечность в принципе. Так, хорошо. Просканим сейчас станции быстренько и... Вернемся. Шахта М-Бета. Торговую станцию дай мне. Вы говорите... Чем мы можем помочь тебе? А, нет. Ничем. Ну, вроде бы все. Я больше... Ничего интересного здесь не вижу. Может быть шахты где-то в астероидах прячутся? А ну-ка, вот еще ферма планктона есть. Ну, неинтересно. Был бы трюм немного побольше. Можно было бы подумать насчет покупки, продажи чего-нибудь. Чтобы эти денежки умножить потихонечку. Но трюм такой маленький, что... И только мелкое оборудование в этот трюм помещается. На наш корабль, поэтому... Ничего путевого мы купить не сможем на продажу. Вообще, можно посмотреть, тут нету оружия. Ну, точнее, оно там есть, пара единиц может быть, но... Этого очень мало. Так, ладно. Давайте тогда в любом случае... В доке оборудования купим одну пушечку себе. Мне показалось? Показалось, да, что я видел какую-то ракету. Так. Автопилот отключен. Сбил автопилот. А я-то хотел всего лишь посмотреть на вот эти вот задания. Да это не достаем, да это достаем. Но вы говорите, чем мы можем помочь тебе? Карта секторов, да ну что такое? Ничего интересного. Аккуратненько залетаем. Стрековка выполнена. Королева Атрея и Королевство Барон приветствуют вас. И контакт с местной торговой сетью. Ну все, мы теперь суперкрутые. У нас теперь есть... Успышная пушка установлена. Одна пушка. Сюда у нас не разряжается энергия лазера. Тоже хорошо. Так, полетели тогда дальше на север. Исследовать территорию там. Гавань Королевы. Вот сюда. Светилище Коррупции. Это Теладийский Сектор. Мне вот Бороны нравятся как раса. Они, да, как вот нам сказали в описании этого ската, что миролюбивая раса. Во-первых. Во-вторых, они такие практичные. И любят надежность. Не рискуют лишний раз, да. Например, те же Теладии, они... Ради прибыли на все готовое. На любой риск пойти зачастую. А Бороны, наоборот, они такие... Что... Если они не уверены в чем-то на 100%, они этого делать не будут. Это очень как раз хорошо подходит под образ данного прохождения. Завладеть кораблем и вернуть на эту станцию. Простая. Давайте возьмем, попробуем. Пегас нужно вернуть в Гавань Королевы. Это хорошо. Гавань Королевы недалеко. Пегас это тоже вроде бы хорошо. Кораблик вроде бы не грузовой. Потому что грузовой корабль... Я вот сколько не выполнял подобных заданий. Если дают задание и нужно вернуть какой-то грузовой корабль, то я просто никогда не возвращал, потому что просто не успевал. А когда не успеваешь вернуть потерянный корабль, то этот корабль уничтожают. Он считается как угнанный корабль и появляется полиция и его уничтожает сразу же. При этом теряем мы отношения с работодателем или нет, не знаем. Но с фракцией. Точнее даже не с фракцией, а с расой работодателя или нет, не знаем. Но в любом случае... Хорошо, что вроде бы Пегас... Это быстрый кораблик. Мы должны успеть его вернуть. Он правда далеко. Тихо, тихо. Ну и нам на это задание целый час дали. И еще одна пушка, фактически. По-моему, неплохо. Да, М5 кораблик тоже, как и наш. Достаточно быстрый будет, надеюсь. Что там у тебя? О, 81. Может быть, пока он не отремонтирован, у него 81 скорость. Сейчас мы его отремонтируем быстренько и, может быть, скорость увеличится. Если 81, то это скорость среднестатистического грузовика. Несерьезная, в общем, такая. Так, выходим из корабля. Ремонтируем этот Пегас. Мы его, кстати, должны, наверное, захватить сначала были, а потом уже захватывать. Ну, в смысле, ремонтировать. Потому что иногда незахваченные корабли этот лазер куда-то отталкивает. Так, сразу же говорим Пегасу... ...стыковаться с... ...лететь в сектор для начала, а потом подумаем, с кем стыковаться. Потому что я не помню. И... А ну-ка, Пегасик, покажись. Пегас, разрабатывали... А, 107, скорость. Ну, пойдет. Я надеюсь, что пойдет, и мы выполним это задание. 4 тысячи, вполне неплохая денежка за подобное задание. Ммм, лаборатория БОФу. А ну-ка. Чем мы можем вам так? Сейчас я отправлю вам информацию. Какого-то нет. Пока с одной пушкой я никого убивать не собираюсь. Это бессмысленное занятие совершенно. Так, от паронидов мы куда-нибудь сейчас улетаем. В сторону. Надеюсь, что этот корабль никто не собьет. Это будет неловко, если его сейчас реально кто-нибудь где-нибудь сейчас... Фух, мне показалось, они полетели на этот корабль, на мой боже. Как страшно-то было. Ну, это не, наверное, станцию облетали или что. Неизвестно. Так. Давайте-ка мы в Азис Минилайз летаем. Я не буду сопровождать этот корабль. Это бессмысленно совершенно, мне кажется. Единственное, что нужно посмотреть, на какую станцию. Брифинг у нас. Корабль называется... Благодатное местечко М-Альфа. Благодатное местечко М-Альфа. Благодатное местечко М-Альфа. Приказы, командная консоль, навигация, стыковаться с... Благодатное местечко М-Альфа. Все. По идее, теперь он сам прилетит туда, если ему никто не помешает. И мы сдадим задание, как только он долетит до станции. Все. 4 тысячи должны получить. Ну, если все будет хорошо, конечно же. А пока вернемся в Азис Минилайз. Посмотрим, может быть, какие задания здесь у нас появились. Парочка появилась. Задание... Ой, что-то не люблю я вот автопилот. Он во вратах, когда разворачивается, прям не страшно становится каждый раз. Из этих заданий мы что-то можем вообще сделать? Можем. 8 тысяч... И тоже час дают. Давайте посмотрим. Сильная рука. Эскорт. Врата. Гавань. Королевы. Тут смотря... В угасших мечтах... Может быть, мы сможем вывезти оттуда корабль. Может быть. Так, улетаем. Главное, это сильные руки подальше куда-нибудь, чтобы не провоцировать их лишний раз. Немножко я даже ниже от основного потока сейчас опущусь. И вот так вот полетим чутка. А этот до сих пор еще из этого сектора не вылетел. Ну, я надеюсь, что... А что там за корабль, кстати, я не посмотрел. Тукан, тяжеловоз. Ой-ой. Тукан не успеет долететь, скорее всего. Тем более тяжеловоз. Тяжеловоза скорость поменьше, чем обычно. Плюс он поломанный. И... Поломанный тукан будет очень долго лететь. Вот это да. С этим заданием я маленько прогадал. Ну, давайте попробуем. Как бы... Почему бы не попробовать, да? Тукан. Роскошный пассажирский транспорт. 45 у него скорость сейчас. Давайте сразу посмотрим... Эм... Ферма Планктона М-Альфа. Я, наверное, забуду. Ферма Планктона М-Альфа. Ой, тихо. Стрелять уж точно не надо. Ферма Планктона М-Альфа. Вот такой тукан стоит около 100 тысяч. Нет, кажется. Даже может быть больше. Ферма Планктона М-Альфа. Тукан. Передача управления кораблем завершена. Как долго я его буду ремонтировать, интересно. Внимание. Энергия на исходе. Наверное, очень долго. Мне кажется, смысла в этом нет. Даже не видно особо прогресса ремонта. О! Чуть-чуточку больше стало ХП. Но, с другой стороны... Может быть, и есть смысл. Ладно, давайте попробуем подремонтировать его полностью все же для начала, прежде чем отправлять. Может, там на какую-то десяточку-двадцаточку метров в секунду скорость больше станет. Так, ну, в принципе, я потратил, наверное, минут пять. Я думаю, не больше. И я надеюсь, что это все-таки даст нам прирост в скорости. Практически уже отремонтировали вроде, да? Плюс-минус там. Чутка. Еще вот чуть-чуть буквально, да? Все. Я как ремонтирую? Я просто ложу на правую клавишу мыши телефон. И он ремонтирует. Так. Ну, давайте уже полностью, чтобы уже точно максимум скорости из него выжать. Посмотрим, насколько... 40 было, да? С чем-то у него скорости. Сейчас 50 будет. Вроде все. Так. Прыгаем. В нашего осьминога. Даем задний ход. Приказы. Давайте. 55. Да, на десятку мы скорость подняли за пять минут. Ладно. Стыковаться с... А, здесь минилайя. Ферма М-Альфа. Стоп. Фабрика. Не фабрика. По-моему, там ферма была. Навигация. Стыковаться с... Ферма Планктона М-Альфа. По-моему, да. Давайте проверим. Ферма Планктона М-Альфа, да. 50 минут. Мы, в принципе, да, около пяти минут, наверное, потратили. И посмотрим, сможет ли этот корабль за 50 минут добраться до места назначения. А, этот у нас в пустую бесконечную... Нет, летит... А, он уже как раз практически рядышком со светилищем коррупции, и ему сюда долетели. Он успевает. Эти 4 тысячи мы вроде бы как заработали. Уже, можно сказать. И, может быть, еще 8 заработаем. Хотя, сомнительно. Насчет этого. Его могут еще и подбить по дороге. Кто там у нас? Сплицкие, сплицкие. Сплицкие. Вы говорите с автоматическим. Задание предлагают. Сейчас я отправлю вам информацию. Заговор Патриарха. Хорошая шутка. Патруль везти до Паранитского сектора. Заговора Патриарха. Нет. Так. Пролетаем вроде бы через всех тут спокойненько более-менее. Окей. Все. Мне этот сектор не нравится. Он довольно опасный для сложности. Умер так умер. И для такого мелкого корабля. Поэтому мы лучше улетим и оставим тот корабль умирать там самостоятельно. Умрет, не умрет. Не важно. Так. Хорошо. Это нас не интересует. Мы, наверное, давайте вернемся сейчас. Есть. Нет. Наверное, все-таки возьми даже в светилище коррупции дальше полетим будем. Фух. Сплицкий. Курьерская служба. Мы нормально. Курьеры не должны на нас нападать. Так. Ну и периодически нужно посматривать на какие-нибудь валяющиеся в космосе ракеты. На случай вдруг повезет. Но вроде пока ничего нет. Так. Кстати, у меня одна ракета еще есть. Хм, да. Давайте мы ее продадим. Мы ее, во-первых, удалим. Огненное копье. 3000, да? 3000 плюс. Не хватит все равно. Черт, ладно. Но все равно я, наверное, пользуясь случаем в доке оборудования, продам эту ракету. Да, да. Пегас прилетел. Прекрасно. Передаем, да. Передал только что права на владение этого пегаса. Пегасика мы лишились, но заработали 4000. Очень неплохо. Королева отрыва и королевство барон приветствуют вас. Мы всегда рады друзьям. Контакт с местной торговой сетью. Так, у меня там больше ничего нет. Импульсная пушка. Да, ничего нет пока что. Вообще ничего нет на корабле. Так. Но теперь у нас будет еще одна импульсная пушка. Две? Это уже что-то. Так. Тут. Этот программный модуль совместим с любой моделью бортового комп... Наверное, нам больше ничего не интересно пока что. Ускорители позволяют вашему кораблю... Хотя можно вернуться на пиратскую станцию и за 2000 купить... В некоторых боевых ситуациях скорость определяет грань между победой и смертью. Не, наверное... Все-таки мы этот купим. Лучше пушки купим первым делом. А потом уже... Систему жизнеобеспечения, чтобы, если что, возить еще каких-нибудь пассажиров. Поэтому, да, полетели... Дальше в Таладийские сектора. Посмотрим, может быть, там... Ну, посканируем, изучать будем, как бы, карту открывать себе. И... Может быть, какие-то задания получится взять. Я хочу в этой серии, чтобы у нас все четыре пушки было. Еще надо... Если бы Тукан добрался, да... Он еще в угасших мечтах до сих пор. А ему осталось уже сколько? 38 минут. 10 минут он уже летел через полсектора. Не успеет он. Ой, чую, не успеет. Ладно, мы пока просто сканим... Окрестности. Первым делом... Что у нас это есть? Это есть. Может быть, какое боевое задание тут получится взять? Такое простенькое. Было бы хорошо. Пушку давайте, кстати, тоже поставим. Тоже практически не расходуется энергия лазера. Практически. Фабрика настропового масла. М-бета. Так. Я больше станции не вижу даже. На удивление. Ну ладно, полетели тогда... Врата. Сила компании. Силу компании. Аккуратненько. Тут тоже можно вот так вот... Летишь, летишь, вроде ничего не предвещает бежу, а потом такой бац, и... Выходит какой-то огромный корабль из этого, и ты в него врезаешься, и до свидания. Вход в систему. Сила компании. Что это такое? Торговая станция Теладе. Вы говорите с автоматически. Вам требует... У вас начинаю передавать вам информацию. Патрулировать силу компании. Да. Я беру эту работу. Как раз я тут пока все равно полетаю немного. И я с удовольствием... Давайте мы сейчас это задание... На патруль активируем. Я сомневаюсь, что этот... Долетит кораблик Тукан Нож, да? Но... Ждать и проверять мы не будем, пока займемся какими-то другими заданиями. Чтобы деньжат подзаработать. Производственный комплекс легких счетов Альфа. Так. Производственный комплекс самонаводящихся... Ракеты ракет Альфа. Производственный комплекс тяжелых счетов Альфа. Легкие счеты здесь тоже есть тяжелые. Яки, Фуджин, защитник. Ну, кстати... Яки, Фуджина, мы можем попробовать такие... Немножечко потеребить... Нашими пушечками мелкими. Что там у нас с лазерное наведение? А, вот еще башня по нему стреляет как раз лазерная. Все в порядке. Во-во-во. Так, тихо. Я... Во, вижу. Двумя пушками мы, конечно, будем долго его ковырять. Но... Все равно. Почему бы нет? Первый наш уничтоженный корабль будет все-таки. Главное, чтобы... Лазерная турель понапр... Тихо, тихо, тихо. Я должен его добить. Не-не-не-не-не-не. Не я его... Вот, гадская... Фрагокрадущая турель. Не будет это первым нашим... Подбитым кораблем. Ну, мы за него награду не получили таким образом. Ничего. Ладно. Давайте посмотрим, что тут за задание может быть. Что-то такое, что мы сможем тоже выполнить, не уходя далеко от кассы. Убить кого-то. Необходимой вам информации на выполнение этого задания вы потратите... Не, не хочу. Если бы больше тысяч предлагали, я бы, может быть, подумал, согласился. За тысячу пока не хочу. Я лучше позанимаюсь тут сканом пока что. За ним просто лететь куда-то придется еще. Морок. Ради тысячи. Я уже такой переборчивый стал. Разжурел, понимаете, на... Халявных бабосиках с ракет и с этих, с микросхем. Но на самом деле, если было четыре пушки, я бы взял это задание. Без четырех пушек. Что-то как-то грустно все-таки стрелять. Я больше вроде ничего не вижу. Здесь... Северные врата у нас открыты, да? Какие еще у нас тут врата есть? Вот эти что-то не открыты у нас. Полетели. Это мы из этих врат прилетели, а они почему-то не открыты. Странно. Ну, вроде бы все. Ну, тогда выключаем скорость и ждем, пока задание на патруль у нас завершится. Раз такое дело. Раз тролли-то проклятая украла у нас фраг. Черт с ней. Давайте пока посмотрим, где там наш тукан. Мчится. О. Мчится через гавань королевы. Сколько ему еще мчат? Он успеет? Он успеет? 600 кредитов мы заработали за патруль. Он реально успеет? Я прям в шоке. Если честно. Врата. Яркая прибыль. Яркая прибыль. Так. Не, ну я тогда пойду, пожалуй, пушки себе покупать. Раз такая пьянка. Он вроде как реально успевает. Стоп, стоп, стоп. Там кого-то вроде бы нет. Мне показалось, что по нему стреляют. Походу, показалось, что там по кому-то стреляли. Так. Мы хоть докупили один щит дополнительно, но все равно. Это самые мелкие щиты, самые простые. Нормального попадания они не переживут. Даже попадания ракеты никакого они не переживут. Так. Да, мы летим сюда. Вместе с паранитской перевозкой. Что там? Мы для паранитов никакого задания не сделали еще, да? Не для сплитов, нет. К сожалению. К сожалению, пока никакого задания для них мы не сделали. Так. Сейчас посмотрим, что тут нам предлагают интересного. Патрулировать возмездие королева. Вот при патрулях очень важно, чтобы наших вот таких вот кораблей не было. Я пока он не уйдет в другой сектор, не буду ни в коем случае брать задания на патруль. Потому что могут появиться какие-нибудь пираты или ксеноны возле него и... И все. А, он уже ушел. Нет? А, мы, кстати, мы в возмездии. Мы не в гавани королевы. Согласен. Берем. Давайте активируем эту миссию. Может быть, тут получится кого-нибудь, какого-нибудь пиратика подстрелить. Давайте подождем. Хотя, наверное, ждать не вариант. Лучше полетать и поискать. А, нам, по идее, да, нам должны подсветить, если... Че, вдруг... Тогда вдруг оборудование полетели. Разрешено. Автопилот включен. Ну, или не в сам док, а к нему. Чтобы пристыковаться сразу. Автопилот отключен. Как только тукан наш долетит, я в него верю. Он сможет. Ему еще 14 минут. Давайте сейчас тут остановимся. И посмотрим на него. Куда ему мчаться? На фабрику... На ферму Плантона. Вот, наверное, на эту станцию. Совсем недалеко. Мы просканировали ваш корабль. И не обнаружили на его борту никаких запрещенных товаров. Благодарим за сотрудничество. Всегда рад. Скоро я вас буду сканировать. Я думаю, скоро мы себе купим полицейскую лицензию, сканер грузов. И будем тоже выполнять задания на сканирование всего подряд. Сообщение. Ваша репутация улучшилась. Чудесно. Задание на патрулю выполнили. И это задание... Да, мы не уничтожили ни одного корабля. 200 кредитов. И передаем тукан. Сообщение. Кликовка разрешена. Автопилот включен. Мы теперь богаты. Мы теперь богаты. 12 тысяч у нас есть. Кликовка выполнена. Королева отрыва и королевство барон приветствует вас. Импульсных пушек докупаем по максимуму. И расширяем грузовой отсек по максимуму. Достаточно средств. Вместимость вашего грузового отсека будет увеличена при помощи технологии сжарма. Не, улучшаем. Расширение грузового отсека. Улучшаем грузовой отсек. И... Все. Мы уже готовы. Готовы к серьезным боевым действиям. Над которыми, конечно, лучше подумать лишний раз, прежде чем врываться. Но... Как минимум, какие-нибудь мелкие кораблики мы теперь сможем истреблять. Давайте, может быть, посмотрим сейчас. Чем мы можем как выполнение заданий не займет много времени. Кого-то. Берем. В далеких облаках. О. Где это вообще? Земную рапиру. Это хорошо. Где это? Черт-черт и где, короче. Че-то я согласился непонятно на что. Ну, ладно. Куда-куда-куда? Братак, гавань королевы. Далекие облака. Может быть, здесь? Ой, я надеюсь. Я надеюсь, что не здесь. Ладно. Сейчас посмотрим. Может, я какое-то задание взял, на которое я все-таки не согласен. Буду. Посмотрим. В любом случае, тут заданий больше никаких нет. А надо что-то еще выполнить. Прежде чем за... За... Тихо-тихо-тихо-тихо. О-о-о. Вот это то, о чем я говорил. Вроде бы летишь себе на автопилоте. Ничто не предвещает беды, а потом влазь какая-нибудь. Огромная туша из врат. И все. И закончим мы серию на этом. Так. хорошо вазе сменила и я согласен это наш сектор будет они вражеский поэтому нормально уже начнется более бодрый геймплей мы хотя бы сможем принимать теперь участие в патрулях в защитах станции до зарабатывать на этом дополнительную репутацию дополнительные деньги они просто филонить где-то прячет за станциями ну и надо наверное систему жизнеобеспечения будет прикупить где-то на пиратской станции на той же как только денюжки на нее появятся что там по деньгам у нас а ну да надо тихо 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 кто-то кого-то стрелял или нет что такое кто по кому стрелял я возьму это задание кто-то по кому-то все-таки стрелял здесь наверно турель постреливала ладно я не 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 я к вам не буду лететь или что что вот это такое ракета куда-то летит что-то непонятное вообще такое или это просто корабль где-то там вдалеке непонятно короче немного или это космические мухи а нет это не мухи похоже были давайте посмотрим там он еще точечки кита ладно потом посмотрим на обратном пути давайте сейчас прыгаем а ракета там летает да нормально но по кому ракета летает не просто так же она летает правильно далекие облака так кого мы тут убиваем земной а земной корабль нам предлагают изничтожить тоже я об этом не подумал да то что это не пиратский корабль а именно земной и выполнив это задание мы потеряем отношения с землянами но эти задания они в целом простые то что мы репутацию потеряем я думаю не очень критично будет но сильно конечно увлекаться истреблением земных кораблей не стоит по заданиям даже по таким плюс приятным бонусом будет то что мы теперь сможем захватывать корабли иногда иногда пилоты будут сдаваться понимая свою плачевную ситуацию и оставлять нам будут корабль на чуть ближе к нему подлетим сколько у нас 50 процентов да а я кстати пушки купила не поставил да я молодец я молодец импульсная пушка импульсная пушка импульсная пушка установлена системы корабля выходят из строя дай же мне хоть шанс а я думаю чё как-то он слишком плотный какой-то сообщение я там ракетам у ракета полтергейст а ну-ка полтергейст у нас почем 3000 неплохо но при этом мы понизили рейтинг с землянами по идее нет надо посмотреть будет сейчас не не ну не сейчас а когда мы там сможем ракета полтергейст так хорошо это задание выполнили какую-то той тыщу там получили да и теперь мы можем сосредоточиться на помощи на действительной помощи в сопровождении этого корабля вот этого посмотрим сейчас куда он летит а кстати сейчас посмотрим в гавани королева что у нас тут я кем к пираты ко мне сейчас еще нормально относятся вот в чем фишка это хорошо перевозка энергии так я пожалуй отлечу куда-нибудь подальше потому что там шелкопрядик надо брать шелкопряда как бы тут не пожадничать теперь лишний раз потому что шелкопряда взять надо но можно попасть под урон по области там вот эти вот огнеметы которые красиво видны могут просто нас зажарить в миг но вроде бы отлетели корабли можно с пиратами потусить пособирать за ними барахло которое они оставляют тоже как вариант 5000 хорошо москита брать наверно не буду яки яки боронское такси ладно там кто-то кстати теребит наш корабль которое нам нужно защищать давайте посмотрим кто там по нему стреляет я пока никого не вижу вот уже вижу пиратский исследователь тяжеловод ну да надо надо уничтожить этого пиратского исследователя никуда не деться ну он не особо сильно помешает до этому кораблю на корабликах щиты хорошие но я уже хочу крови ну и какой-нибудь корабль дополнительный хочу себе на продажу хотя бы захватить кораблик всегда приятно даже маленький даже который там можно за 30 20 тысяч продать но этот сдаваться не хочет от имени королевы отреи и королевства барон мы благодарим вас за неоценимую помощь и нас повысили пятерочка а назой ли вы это с этим не понял боевой рейтинг подняли я надеялся что пятерочку мне дали сбором дали уже давно пятерочку сборной можно покупать боронскую полицейскую лицензию будет и дополнительно получать по 500 кредитов за каждый сбитый м5 кораблик ну и больше кредитов за каждый сбитый больший корабль так хорошо деньжат мы немного подзаработали торговая станция да прыгаем в гавань королевы пойдем сейчас ракеты продадим он неплохо неплохое очень даже таки начало у нас и я думаю что на этом пока что серию закончим так я сейчас вот продам ракета и в следующей серии мы продолжим вы пока пишите в комментариях что вы думаете по поводу вот такого хардкорнейшего прохождения летсплея наверное будет более правильным сказать потому что прохождение может это и не оказаться вовсе и будет ли вам интересно смотреть в целом интересно ли вам данная игра но я думаю если она вам не интересно вы до этого момента не досмотрели все равно да ну ладно в любом случае не забывайте ставить лайки особенно на вот такие вот игры они не слишком популярны не слишком это это не ноу-мен-скай до хайпанувший так и казуалочка с красивыми пейзажами это вот действительно серьезная и очень интересная глубокая игра а популярности у таких игр не так уже много к сожалению потому что многим людям не нравится думать не многим людям не нравится копошиться во всех этих миллионах менюшек и во всех этих характеристиках миллионах разбираться и во всех этих табличках вот но 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 любая поддержка подобных игр это хорошо вот поэтому да пока что всем спасибо за просмотр всем пока и увидимся в следующей серии надеюсь следующей серии я не норовусь на каких-то серьезных противников и мы еще запишем хотя бы парочку серий потому что этот режим такой очень очень интересный и сейчас мы уже преодолели этот долгий старт он у нас оказался не таким долгим как иногда бывает и дальше будет более интересные как мне кажется геймплей поэтому пока что да еще раз всем спасибо за просмотр и пока ракета полтергейт ракета шелкопрят продано это простейшие орудия